В концу 19 века наше военное ведомство заботилось вопросом модернизации вооружения военнослужащих армии, русской императорской армии, и встал вопрос об взятии на вооружение нового образца револьвера. Выбор пал на револьвер системы «Наган». В данном случае это у нас уже более поздняя модификация, это выпуска 1936 года. В принципе, он сохранил практически полностью те детали, которые были в 1895 году, когда его приняли на вооружение. Тогда его приняли в двух вариантах. Один вариант – это для рядового состава, то есть для производства выстрела необходимо было взвести курок сначала и потом нажать на спусковой крючок. Для офицеров с функцией самовзвода, то есть нажимаем на спусковой крючок, курок сам взводится и производится выстрел. Как тогда это объяснили, что солдаты по своей неграмотности будут расходовать много патронов, соответственно, когда у них есть время на самовзвод, ну не на самовзвод, а чтобы взвести курок, то есть они еще подумают и получше прицелятся. Но здесь еще чисто экономическая задачка. Револьвер с самовзводом, он стоил на несколько рублей дороже, а так как их было при царской армии выпищено несколько миллионов штук, соответственно, несколько миллионов полновесных золотых рублей и бюджет на этом сэкономил. Револьвер был сделан под такой специфический патрон, здесь в данном случае это гильза, пули здесь нету, пуля здесь была утопленная, то есть она полностью входила в барабан и, как сейчас можно посмотреть, при производстве выстрела, когда нажимаем на спусковую, даже вот когда взводим, просто взводим, барабан подается вперед, вот здесь, и, соответственно, гильза становится за единым целом со стволом, что увеличивает точность стрельбы. То есть и на вооружении револьвер системы «Наган» был в России вплоть до конца 2000-х годов в ОХРе на вооружении. То есть последние выпуски его были в 44-м году, на вооружении еще в Советской армии он какие-то годы послужил, а потом было на вооружении в ОХРе. И вот где-то в конце 2000-х годов только был полностью снят с вооружения. Он мог быть у старшин, мог быть у командиров расчетов, там, пушек, орудий, там. Вот мы сейчас нашли, второй раз за свою поисковую практику нашли револьвер «Наган». Один раз мы нашли на Кривцовских высотах, там, вот, напротив Кривцовского мемориала, яма была, там, порядка 400 человек мы оттуда вытащили. То просто две ямы рядом было, общее количество было 638 человек, вот с одним был револьвер «Наган», но мы его руки взяли, он вот так вот просто, блин, он развалился. И вот сейчас второй «Наган» мы нашли на месте боя 6 октября 1941 года, здесь, близ села Первый Войн, в Амцинском районе, минометный расчет. У одного солдата был револьвер системы «Наган», то есть, как бы, вполне возможно, что он командир расчета был. То есть, он полностью заряжен, и сейчас он в органах внутренних дел на проведение экспертизы, и надеемся, что его не признают пригодным для производства выстрелов, и, соответственно, нам передадут, чтобы мы дальше могли его где-то либо в музее государственном, либо в выставках использовать. На тот момент пистолетов, как таковых, не было, когда вы на вооружение принимали. То есть, практически все было револьверной системой. То есть, ТТ уже, конечно, разрабатывался в начале 30-х годов, уже как именно замена старевшим типом оружия. То есть, как бы, да, там... А они просто оставались? Да, они оставались еще долгое время, потому что реально всю армию в одночасье не перевооружишь, и постепенно шло замещение. И, соответственно, пока это замещение шло, линия отлаженная есть, войска вооружать надо, тем более началась Великая Отечественная война. И, допустим, винтовок Мосина в годы Великой Отечественной войны было произведено 12 миллионов штук. А всего с 1891 года по 41-й 35, по-моему, миллионов. А в Великой Отечественной войне 12 миллионов. То есть, соответственно, они и старые брались со складов до этого, которые... Ну, и на вооружении были и так далее. И все равно еще 12 миллионов штук в годы Великой Отечественной войны. Да, но уже в каких-то планах не соответствовало эпохе-время, но были отлажены линии, это все производилось. Производилось.